Но украинских правоохранителей подобные громкие аресты, похоже, не очень пугают. В Одесской области активисты заявляют о возвращении старых коррупционных схем, когда за взятку можно было сдать экзамены на получение водительских прав. Какие сейчас тарифы, выяснял Андрей Анастасов. Один из территориальных сервисных центров МВД в Одессе, раньше они назывались МРЭО, два десятка активистов пришли с обвинениями. Дескать, уже полгода, как сюда вернулись старые схемы. Через посредников в автошколах люди, по сути, покупают водительские права. В сумме экзамен по теории ПДД и экзамен по вождению стоят якобы 200 долларов. В качестве одного из доказательств активисты предоставили аудиозапись. Разговор одесситки с инструктором автошколы. Он объясняет, что результаты компьютерных тестов за взятку можно подкорректировать. Вы сами приходите, сами решаете, все сами делаете. Единственное, что, если вы там неправильно ответите, все равно будет результат положительный. А, ну они там уже в ГАИ сами все делают, да? Да, они в ГАИ сами. А за что же они деньги берут? Общественники говорят, обращались в правоохранительные органы и даже устраивали вместе с ними спецоперации, чтобы поймать взяточников на горячем. Но каждый раз кто-то сливал коррупционерам информацию. Отсюда активисты сделали вывод. Силовики покрывают преступный бизнес своих коллег. По их данным, половина собранных денег отправляется в Киев, в центральный аппарат МВД. В центре получается сигнал о том, что этот или этот компьютер за него уплочено. Там идет подмена результатов экзаменов. В итоге, по нашим подсчетам, в районе миллиона долларов каждый месяц наличка идет на весь. В сервисном центре обвинения в коррупции категорически отрицают. Я вас уверяю, этого нет. Все факты, которые зафиксировали общественники, я так понимаю, они их передали уже в определенные органы и структуры. Эта информация будет проверяться. Активисты же теперь намерены приходить и лично контролировать, кто и как сдает экзамены. Правда, журналисты так и не поняли, как это в итоге может помочь в борьбе с купленными правами. Похоже, без специального расследования здесь не разобраться. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.